Автомобилисты Между тем, для безответственных депутаты подготовили законопроект. Штрафовать автомобилистов на 2000 рублей за лысую резину и летние шины зимой. Принять документ планировали к концу этого года. На самом деле, инициатива хорошая, и я очень удивлен, что в Думе что-то полезное придумали. Особенно такая проблема видна у нас, когда выпадет снег, и некоторые горе-шумахеры думают, что они крутые водители и выезжают на дорогу, и потом оказываются в куветах и лирах. Вот зимний период времени считаю нормальным, перебываться как по календарю в армии. А вот в летний период обязательно ездить на лете считаю необязательным. Я вообще не понимаю, о чем думает водила, когда выезжает на дорогу на лысой резине. Вообще ни о чем. Летом подобные люди не так опасны. Зимой они потенциальные убийцы. Закон должен быть принят как можно скорее, причем с условием большей суммы штрафа. Хотя штраф не так ужасен. Может сажать на 10-15 суток или какие-либо работы им, плюс приличный штраф. Тем не менее, Госдума пока отказалась наказывать водителей за использование шин не по сезону. Депутаты решили более тщательно рассмотреть законопроект. Они создадут рабочую группу, которая вернется к изучению документа. Его судьбу теперь будут решать два комитета – по транспорту и по законодательству, поскольку в случае принятия документа изменения внесут и в кодекс административных правонарушений. В свою очередь, Госавтоинспекция не устает напоминать водителям, что своевременная смена резины позволит увереннее справляться с дорожными ситуациями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит, спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения. В соответствии с частью первой статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управление транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых в соответствии с основными положениями эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет наложение штрафа в размере 500 рублей или предупреждение. Посыпать голову пеплом и сожалеть, что инициатива депутатов о наказании за использование летних шин зимой так и останется инициативой, пока рано. Ведь, по большому счету, общество не до конца знает, что уже прописали народные избранники в будущем законопроекте. Возможно, пока он слишком лоялен по отношению к водителям-нарушителям. А может быть, документ настолько жесткий, что под букву «законно» можно протянуть каждого второго водителя. Алина Черненко, Кирилл Корнилов, Новости на Восьмом.